ДВХАП ТОЧКА РУ Сегодня пришли к нам представители прокуратуры. Это прокурор, заместитель прокурора Еврейско-автономной области Колесников Андрей Васильевич. Прокурор города Биробиджана Якунин Роман Юрьевич. И помощник прокурора Рогар Светлана Юрьевна. С вами, наверное, такое. Вы задаете вопросы, получаете ответы. Поэтому... Ну, давайте с другой формат. Сегодня день Российской Конституции, 25 лет. С дня принятия... Вы должны помнить, в 93-м году на Всероссийском референдуме была принята Конституция. И уже практически 5 лет подряд в этот день по указу президента Российской Федерации все государственные органы власти и муниципальные органы обязаны проводить Всероссийский день приема граждан. На тротуарах очень тяжело передвигаться. Вот я, например, у меня и позвоночник, и зрение. Очень тяжело. Несколько раз падали. Слава Богу, удачно. Ну, первое, что скажу, возле поликлиники и возле магазинов. У нас есть общее городское имущество. Это имущество по договору должно очищать обслуживающую организацию. У нас такая есть организация «Чистый город». Доктор Роман Юрьевич рядом находится. Он подтвердит, что мы уже неоднократно привлекли к административной ответственности за то, что они договорные обязательства не выполняют. А что касается... Я вам сейчас немножко расскажу, что мы делаем, а потом конкретно по магазинам и поликлиники. А что касается прилегающей территории к магазинам, поликлиникам и иным хозяйствующим субъектам, буквально на этой неделе, вернее, на прошлой неделе, я еще был исполняющим обязанности прокурор области, прокурор был в отпуске. Я подписал обращение в законодательное собрание о том, чтобы у нас была введена административная ответственность за нарушение правил благоустройства прилегающей территории. К сожалению, в Еврейской области данная административная ответственность отсутствует, но при отсутствии ответственности как-то влиять на нерадивых, в том числе предпринимателей или руководителей организаций, сложно. Это что касается, что мы делаем. Какие магазины? Можно... Ну вот пенсионер, который на Комсомольске, как раз возле поликлиники. Там очень много любят такое место, очень тяжело ходить, все во льду, везде практически, вот сколько стараемся. И машины. И машины вовремя очень много. И не посыпать. Я сегодня после вас совещаю, Роман Юрьевич Пурученко вызовет себе руководителей областной поликлиники и данного магазина. И я думаю, мы потребуем от них для привести это в самоближающее состояние. В 2005 году это приватизация была. Это инвалидные оплаты. Мы получали вот по 160 рублей, это самое. Как пришел новый губернатор элементарный, он снял. Сейчас мы получаем 860 рублей. Наполовину снял. Вы много получаете и обойдетесь и так. А вы как федеральный год не получаете? Федеральный год не получаете. Я инвалид первой группы по зрению. Когда принимался закон, в Думе нашей, в Государственной Думе, там так было написано, что до свыше 70 лет платят 50%, а после 75 вообще не платят. А у нас область, как свое другое государство, у них всех берут, у меня уже 80, у меня 81, и все равно берут, ходили, мне бесполезно. Почему берут? У нас тоже такие законы, какие-то о том, чтобы... А вы создавали документы? По каплю вот, что вам 80 лет. Ходили вы? Да, кому ходили? Ну вот, это вот, где-то творчество, там вот это... Финансовая ситуация на сегодняшний день, ну, я вам скажу, что в области просто нет денег. И даже с трудом насобирали деньги на выплаты многодетным матерям, а там вообще копейки, даже вот этих вот денег нет. Губернатор неоднократно, я могу сказать за него, неоднократно обращался с соответствующими письмами к председателю правительства Медведеву, и с Улану, и сейчас находится на сквине. И вопрос этот решается. Все вот эти задержки выплаты, коммунальные услуги, которые отшляются из бюджета области, это только причина того, что очень, если так умным языком сказать, несбалансированный бюджет. Просто она уже достигла катастрофического состояния. И вы, наверное, по телевидению это знаете. На некоторых котельных угля, фактически на сутки, на полсуток, некоторые из котельных детских колес, машина разгружается, и тут же все в топ. Просто ситуация, конечно, в области, она катастрофически ужасная. И те определенные проблемы, в том числе и о том, что в области фактически отсутствует самостоятельная налогооблагаемая база, то это все в области. Я немножко такой диск все расскажу. Так что вот такая ситуация. Да, вот губернат сегодня в Москве находится, решает такие вопросы. Хотеть за капитальный ремонт. Но со мной проживает сын. Он не трудоспособный. Правильно ли, чтобы меня на сих пор ущиты? Я заявление подавала МТЦ, и мне ответили, что раз с вами проживает сын, работающий, работоспособный, то я не должна платить. А собственник квартиры кто? Я. Я видела картину, когда 11 автобус отходит, остановка БТИ, сквера Победы. По-хорошему водитель должен видеть, что дети бегут ему навстречу. А он спокойненько поехал, и мальчишки эти бегут, суббота вечер, уже прохладненько. Даже такое ощущение, что он даже не смотрел на остановку. Куда там падать или что, если бы меня не задерживали жители? Надо как-то работать с шоферами, чтобы они и резко так... Он тоже видел, что я иду с тростью. Такое ощущение, что... Вообще к водителям, да. Решите, пожалуйста, я с вашего позволения. Я первое, что хотел... Я могу попорочить Андрею Васильевичу, сейчас он уже мне его выдал. Я могу сказать, что на этой неделе я в очередной раз соберу всех представителей этого автобизнеса. Я соберу, подключу обязательно представителей муниципальной власти, вот мы проведем совещание. И я на них доведу вот эту четкую позицию, чтобы на дорогах мы вели себя а, это в соответствии с правилами дорожного движения и б, конечно, чтобы мы вели себя ну, выражаясь по простым словам, человечным. А в невероятном ловке. Человечным. По отношению к людям, которые там ожидают.